здравствуйте дорогие друзья с вами розе и это гайд по ловле рыбы первый гайд был год назад я очень удивился прошло столько времени просто недавно то видео которое записал год назад она немножко взлетела по просмотрам я решил проверить если мы возьмем вот примеру программу по измерению нагрузки на пк то скам очень вырос тайны почти минималки как бы но раньше таких показателей не было раньше скам жрал просто неимоверно это сейчас вот сами можете видеть что нагрузка на видеокарту 41 но когда только вышел этот аван пост моя видеокарта просто но стонала от этого он поста кучу прогруза кучу подлагов жесточайшие лаги конечно можно на эпических играть но rtx 2060 не хватает 6 гигабайт объема памяти очень мало то если играть на эпических то не хватает объема памяти почему я решил записать этот ролик они доделали тогда npc с рыбалкой я расскажу про снасти то что знаю то что предполагаю примерно если вы что-то знаете пишите конечно в комментариях пожалуйста подсказывайте мне может быть я ошибаюсь расскажу с какой проблемой столкнулся короче суть в чем судьба в том когда я закидываю удочку у меня почему-то рвалась леска я терял снасти это крючок и поплавок если удочка то не ломается и рыболовная катушка не ломается то я не понимал в чем дело это какой-то баг был наверное если вы с таким сталкивались напишите то что скам это такая игра где но если багов нет то это уже не скам я думал что эта проблема именно выживание вот почему-то думал меня 2 уровня стало выживание но потом я зашел в одиночку создал вот этого персонажа и я вижу что ну я создал без выживания но не рвется леска и я понял это был бах просто обычный у меня очень сильно пригорело когда ну рвалась леска почти через раз каждый раз почти я думал это ввели какое-то новшество то что скам постоянно меняется обновляется кто не знает что такое скам это просто невероятнейшая крутейшая игра крутейшая выживалка от недавнего времени с модульным строительством системой крафта есть вот такая вот огромная карта огроменная карта если есть прикольные места это как авиабаза в d4 в c2 это дамба очень крутое место большие города мне не понравились то что они лаганные вообще вот этот город лаган и если вас слабый пк не советую вам посещать большие города и вот недавно в c0 появилась ядерная станция которая после катастрофы там взорвался реактор типа чернобыля тоже интересное место этом побегал так такое атмосферное крутое место очень на сервере которым я играю вот этот b4 квадрат он просто утыкан этими минами бутылками начиная от города заканчивая около дорог там где-то на крутых поворотах и вот если вы новичок в игре просто сейчас покажу вот я взорвался на мини бутылки и я хочу купить примеру вот комплектующие на машину но я не могу купить то что мне нет 400 очков славы если вы находите машину вы можете ее отогнать куда-то в кусты это очень круто и потом ее до собрать там не хватает аккумулятора спрятать в кустах эту машину и искать комплектующие на эту машину вот так я собрал машину поехал вот этот аван постик я взорвался на этой мини бутылки прибежал вам он посмотрю а у меня нет очков славы я только начал играть и у меня отбило очень желание играть ну конечно потом добрые люди помогли рассказали там про сервер рассказали некоторые прикольные механики вот примеру портовых городах есть такие финиковое дерево и если их лутать с них лутаются с каждого практически дерево по финику и за этот один финик дают по одному баллу то очень круто и так можно качать очки славы рассказали про сервер то что ну такое бывает минируют люди там дискуссии в дискорде идут ну то такое то нюансы сервера игра очень преобразилась то если вы думали когда-то купить скам но вы знаете что он такой логучий и он вас компуктор не потянет но на данный момент я думаю даже на 1050 ти можно наверно комфортно играть люди с 1050 ти если вы увидите это видео пожалуйста напишите комментарий снизу можно ли играть в 30 fps 1050 ти у меня даже нет десяти очков славы как я играю в одиночке сейчас я себе накручу немножко славы он теперь могу даже лодки покупать вижу что они подвязывают очки славы в покупке вещей на ванпостах это очень круто меня вот видите немножко я тут ловил уже пробовал как говорится удочку давайте поговорим о снастях а удочки само удилище она просто цвет имеет и так понял цена у него одинаковая но есть еще удилище самодельное также есть крафтовая катушка крафтовый поплавок и крафтовый крючок мы поговорим полностью о рыбалке ну немножко об игре было в начале тери рыбалочки что я подмечу то что самое топовое что нужно брать как я понял ну леску леску 05 миллиметров самую лучшую потому что другие лески которые тоньше они будут рваться и вы будете просто терять свои снасти вы будете уходить в минус леска это самое основное как бы вот крючок не очень интересно как себя ведет но крючок я тоже беру вот такой по 83 видим тут он каждый админ настраивает свой сервер по-своему тому цены могут быть разными я беру сразу упаковочками вот такие вот упаковочки видим вот это поплавочки есть три типа поплавочка как крафтовый и вот такие покупные или можно их найти местах лутания скам чем они отличаются это фосфорный поплавок который в ночное время вы рыбачите подсвечиваться он габарит не как бы катушки я предполагаю что больше катушка она скорость притягивания рыбы к себе леска крючки поплавки поговорили теперь мы идем разные типы наживки я не пробовал но скажу на сардину клюет большая рыба желтый червячок пробовал клюет сардинки маленькие сардинки вот такие на бойлики тоже большая рыба клюет если вы хотите заработать то вы берете вот такую сырную приманку на сырную приманку краск лет рыба давайте слоем и дорада приносила денежку так она и будет приносить вот видим такие круги меня выживалка не выкачана но если выкачана выживалка вы увидите такой значок рыбки то что там есть рыба вот надо искать вот такие вот круги чтобы если мы не видим такие круги то будет клювать очень плохо рыба но даже без таких кругов будет клювать рыба я не знаю как это работает но это работает я предполагаю что когда вот мы видим вот такие круги это как бы скидывается рыба то там стайки рыбки поплавают вот не знаю как подкручивать она влияет ли то что просто закинул ждешь она клюет что как будто вот подкручиваешь тоже вот видим поймали дорадку дорадка она 5 килограмм примерно видим по 1 по 21 дорадка да но если мы ее разделаем мы получим две филешечки видим что он не покупает их барменше подойдем каждому ванпосте она в разном месте будет видим что мы продаем одну дорадку за 110 местных денег если мы просто продадим дорадку то это будет по 20 очки но если мы разделаем дораду плюсы такого то что вы разделываете дораду вы выкачиваете выживание ну кому нравится рыбалка я думаю ему будет все равно как бы вы принесете той таким способом денежку какую-то там на ваши потребности сквозит вы в играете или просто вы хотите провести время там если вы хотите как бот типа ну просто заработать денег вот прибегаем покупаем у него штук десять вот таких сырных приманок по 5 видим это получается мы 10 штук купим это 50 а мы с одной дорады имеем 110 то бишь если вы словите 10 дорад то вы то вы поимеете 1100 это очень легко они очень легко ловятся вы просто покупаете 10 приманок ловите 10 дорад разделуете их отдаете барменше и так и так бесконечно вот это делаете но если вы хотите немножко экстримчиком вы делаете с филе дорад и мясную приманку так вот на эту мясную приманку клюет все что тут водится тунец зубан он дан текс и дорада три вида рыбы которые ну и тюлька местная тут сардиночка ничего не поменялось ловли когда подтягиваем зажимаем shift и крутим на себя мышку видим зубан 8 килограмм ну их очень сложно ловить рвутся вот начинает рваться снасть от именно от зубанов и тунца если мы оставим зубана зубан и тунец их смысла нет ловить только если вы хотите там примеру насытить своего персонажа если вы будете ловить на мясную приманку то вам будет в основном попадаться дорада но иногда там попадаться тунец или зубан мы хотим продать зубана мы просто его продаем если мы пойдем барменше разделаем зубана мы увидим что его филешка всего нам принесет 20 местных денег то же самое с тунцом но я уверен что на разных серверах админы настраивают эти ценники то может колебаться там по-разному цена но если в целом не настроены ценники вы на пвп сервере и хотите порыбачить вам просто нравится рыбачить и вы хотите принести складу денежку за счет ловли рыбы то вам подходит способ именно от сыром до мы ловим зубаны но если вы хотите extreme чекам мясную приманку рыбы из филе той же рыбы что ловите вы таким образом не тратите на наживку вас может клюнуть зубан или тунец ну кроме дорады дорады то они легко вытягиваются вот если зубан или тунец клюют то уже тогда нужно постараться это вам нужно смотреть чтобы там направление удилища сотрело именно в сторону рыбы вы должны слушать леску смотреть на индикатор нагрузки вам просто так не получится поймать тунца или зубана ну так легко не получится поймать вот и сидоратка она легко клюет и она часто клюет интерес в том что вы можете поймать тунца или зубанов их тяжело вытащить и в этом я думаю весь кайф рыбалки будет для вас так я не буду ждать сразу куплю сардина чтобы я самого большого тунца ловил это 25 килограмм раньше когда еще была недоработана рыбалка в скаме то получается тунец 48 или чего ну ну было что 20 килограмм что 40 килограмм вообще вова у ее вот сами видели какой-то монстр клюнул я сильно потянул и порвал леску теперь надо слушать леску постоянно потому что рыба себя ведет непредсказуемо как ловить рыбу если вы давайте начнем с того как ловить рыбу у вас есть удочка вы собрали все комплектующие сначала удочка потом то мы одеваем катушку потом леску или крючок или поплавок там последовательность неважно и наживка бывают такие баги что приманка пропадает но она есть но если вы снимете поплавок и оденете обратно то она появляется также вы могли поменять но в ночное время если вам примеру нужен фосфорный и поплавочек то вы и меняете очень легко так давайте слоем мы большую рыбку хотя бы 15 килограммов у вот видим что то вот видим 8 килограмм зубан если у вас на сервере не настроены настройки то вы их отпускаете но вы смотрите конечно цены сначала смотрите у этого деда который продает все потом идете бар меньше то что бар меньше подороже скупает ну это зависит от админа как он настроит но у меня друг есть который пвешники он любит на пве сервере играть он там скупал речную рыбу дороже примеру вот этот аванпост вот и вот этот аванпостом скупали морскую рыбу подороже то тоже такое есть очень интересно но если нет настроек на сервере то можно дораду половить как я рассказывал ранее заработать на этом денежку если вы играете в скваде то вы общаетесь своими друзьями в дискорде ловите рыбку вот видим рыба не клюет потому что нет вот этих волн на воде это наверное время наверно надо а мы немножко время поменяем потому что я понял что зависит от времени очень много примеру там обед ночь рыба не хочет вообще клевать вообще не хочет вот примеру там утром часы переведем вот примеру на 6 утра видим темненько 1 давайте на 8 чтобы посветлее было так теперь давайте посмотрим будет ли но я скажу и так льет даже без тех кругов на воде что типа показывает вот скидывается рыба там стайка рыбы где-то неважно кидаете вы круги или нет рядом с кругами она но я понял большая область большая область которая задевает так давайте перейдем к рыбалке вот вы собрали свой комплект удочки да как ловить берем в руку нажимаем там один или два нажимаем один раз на мышку на кнопку мышки левую еще раз и закидывайте удочку ну и ждете пока клюнет ну и подсекаете вот это что-то большое мы должны кролем мыши на себя крутить и слушать удочку и прожимать shift 27 килограмм тунец отпускаем его и вот я хотел рассказать про свой способ вот почему я взял сардинку потому что я на мясную приманку для рыбы очень долго бы ловил то что дорады в основном на мясную приманку клюет но иногда зуба на и тунцы вот их тяжело вытащить очень вы должны слушать леску у нас очень хорошо слышно когда натяжение лески вот когда клюет рыба если она очень большая как тянуть на себя рыбу кролем мыши на себя вы тянете рыбу если вы слышите что сильно натягивается леска то вы отпускаете рыбу потом там ждете секунду и опять на себя тяните если слышите что леска сильно натягивается то отпускаете не тяните если чувствуете что ну слышите по звуку что леска не очень сильно натягивается то ну при этом когда вы тянете на себя вы должны прожимать shift shift зажатым шифтом вы быстрее словите рыбу вот примеру когда отпускаете отпускаете shift и кроль мыши вперед подаете очень крутой симулятор как бы если это просто как бы мини игра в игре мини игра в игре которая ну она просто отдельно она как бы идет мини игра которая тут в основном пвп баталии происходят там фармы всякие строительства там война минирования там земель кто батя тут в квадрате типа что-то типа того вот дорада вот видим кроль мыши крутим вперед дорада отдаляется кроль мыши на себя видим нагрузка лески слышим леску очень легко ловится и вот когда мы отдаляем вот примеру мы хоть и хотим тянуть рыбу на себя до мы если просто крутим кролем мыши видим медленно рыбка идет давайте отдалим но если мы зажимаем shift и прокручиваем как будто скорость x2 получается но если будет какая-то большая рыба давайте отпустим подальше какая-то большая рыба там зубан или или тунец то там тунец опасен после 10 килограмм тоже надо ну слушать леску то что рвет леску и а вот зубан уже начиная с 8 где-то килограмм ну там ты думаешь тунец какой-то 15 килограммовый а то зубанчик 8 килограммовый по звуку лески как бы то сотрите то просто получается когда вы крутите на себя вы зажимаете shift и кроль мыши на себя если вы слышите что сейчас порвется леска то кроль мыши от себя там на секундочку откинули там два раза кроль мыши от себя потому что они сделали механику они доработали я так понял то что раньше я получается два раза на себя крутил один раз от себя два раза на себя получается один раз от себя потом опять два раза на себя один раз эти я так ловил любую рыбу сейчас это не работает к сожалению сейчас вы так порвете леску вам надо слушать видеть мы видим там примеру рыбка отдаляется рыбка дает нам себя подтянуть вот это один доделали мини игру в игре они сделали реальный симулятор рыбалки это очень круто которую мы отнесем отнесем разделаем и продадим заработаем для своего склада денюжки таким образом ладно если была полезная информация ставь лайк подписывайся на канал что ты знаешь о скаме пиши тоже очень интересно то что можно в скаме охотиться ловить рыбу просто лутать города лутать военные базы и там продавать эти вещи там заниматься там минированием стройкой тут ну очень много чем можно заняться плюс они доделали нормальную оптимизации слава богу потому что чтобы вы понимали ну я уже рассказывал это просто было что-то чем-то ладно с вами был разы всем до новых встреч подписывайся на канал ставь лайки еще увидимся и